Едем на позиции в эпицентр боев. В это же время двигается еще один автомобиль. Слышим громкие разрывы. Транспорт военных начинают прицельно обстреливать из тяжелого вооружения. Въехала машина на позицию, завозила или продукцию, или еще, или людей привозила. И увидели машину, начали обстрел. Вот такое у нас перемирие. Вам повезло, что вы так проскочили, что вас просто не заметили, они заметили другую машину, а не вас. И вы проскочили так быстренько, мимо двух огней, можно так сказать. К счастью, ни наша группа, ни военнослужащие, которые ехали на другом авто, не пострадали. Мины ложились вдоль дороги, но ни одна не достигла цели. Сегодня работали 120-ки, да, тяжелые 120-ки по посадкам, по машинам, по нашим позициям. Пытаются нас выбить, да, укропы называют, обзывают часто нас. Ну, как бы укропы всегда на месте. Да, ничего не боятся. Приходите к нам в гости, мы вас ждем, всегда рады. Понимаем, что нам тоже придется задержаться в гостях. Выехать до темноты уже не успеем. И большая вероятность того, что теперь наш автомобиль станет мишенью. Вот только начинает темнеть, сейчас может начать работать свольная и тяжелая артиллерия. Танки, Д-30 и все остальное. Часто прилетают грады, партизаны. Сейчас вот мы сами слышим и вы слышите. Работает крупнокалиберный пулемет ДШК, работает БТР в нашу сторону. Перед этим был обстрел позиции с БМП-2. Мы не только слышим работу техники противника, но и фиксируем ее передвижение. Солнце потихоньку садится, обстрелы усиливаются. Начинается реальный бой. По опорным пунктам силовиков бьют из нескольких видов вооружения. А со стороны военных ВСУ слышим только стрелковое оружие. Пули противника пролетают все ближе и ближе. Вот уже свистят не только по сторонам, но и прямо над головой. Ночь. Накал растет с каждой минутой. Дальнейшее развитие событий и непредвиденные ситуации смотрите в спецпроекте «Донбасс сегодня». Евгений Мельник, Юрий Васильченко, Александр Кровец из Донецкой области. ТВ-5. Продолжение следует...